Эта встреча скорее неформальная, чем официально рабочая. Не так много гостей, но не это главное. Главное, что таких пожилых людей, как Иван Егорович Сычо, навещают, им помогают по силам и возможностям. В свои 90-е с небольшим он стал хуже слышать, а в остальном такой же активный, как и много лет назад. Трудовые будни и постоянная работа не давали повода для отдыха вплоть до глубокой старости. И депутатский корпус, и наша общественная организация, Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане, участвуют не только в массовых акциях, но непосредственно помогают людям, которые нуждаются в нашей помощи. В данном случае мы познакомились с семьей Ивана Егоровича Сычева во время акции «Спасибо деду за победу». И с тех пор мы общаемся и стараемся сделать все для этой семьи. Депутаты и представители фонда помощи ветеранам войн пришли не с пустыми руками. В качестве подарка новый мобильный телефон для связи с близкими и продуктовый набор. Очень было приятно, когда на 9 мая пришли и поздравили. Было просто трогательно. Спасибо огромное. Я неоднократно обращалась к Пухальскому Сергею Владимировичу. Он всегда помогал мне во всех делах. Когда началась Великая Отечественная война, Иван Егорович был еще совсем подростком. Отца забрали на фронт. Он погиб. А мать сама поднимала семерых детей. Об этом наш герой расскажет гостям. Расскажет, как трудно было в эти роковые-сороковые. Он помнит все до сих пор. Голодовка была страшная, страшная. Раньше сейчас селки сеют, а раньше мешки одевают, пожилые старики. И вот тут и сеют. Воронишься на лошадях или на бихах, вы должны знать. А нож рассыпается, падаешь, до зернинки выбирали. Принес, я сказать, нехорошую жизнь. Семеро детей было у нас. Отец погиб. А одна мать только работала. А тогда что делали? Все старики, час, видите, как молодежь. Там два-три года дают отдыхать. А женщина родила, ковыску на плечи. Потом была большая жизнь, летопись которой едва ли уместит одна книга. Пережив Великую Отечественную войну, хлебнув горе сполна, Иван Егорович узнал, что такое смерть детей. Сегодня рядом с ним нет его сына, воевавшего в Афганистане. Время не лечит, но немного глушит боль утрат, которую сегодня перекрывают своей поддержкой и любовью жена, дочь, внуки. Забота о таких людях, как Иван Егорович Сычев, входит и в работу Фонда помощи ветеранам войны городского депутатского корпуса. Это не просто деятельность для галочки. Каждого из гостей Иван Егорович и его близкие хорошо знают. Они постоянно контактируют и взаимодействуют. Важно вспоминать о ветеранах не только 9 мая, а каждый день. И если есть возможность, помогать этим людям. Говорить им спасибо за то, что они делали для нас. Ведь помощь должна быть реальной и не только по праздникам, уверены гости. Продолжение следует...